Гипотония это низкое артериальное давление, длительное состояние, характеризующееся пониженным артериальным давлением, менее 100 на 60 миллиметров ртутного столба. Происходит это вследствие снижения сосудистого тонуса. Страдают от артериальной гипотонии чаще всего женщины в возрасте 30-40 лет, а иногда и более молодые, от 19 до 30 лет, занимающиеся чаще умственным трудом. У мужчин заболевание встречается гораздо реже, отчасти из-за того, что мужчины гораздо чаще страдают гипертонической болезнью, повышенным давлением. Причины. В старости при пораженных атеросклерозом сосудах низкое давление может возникнуть из-за снижения тонуса, гладкой мускулатуры сосудов и мышц сердца. При капризах погоды и при ежемесячных гормональных скачках снижение давления может быть значительным. Гипотония может служить следствием нервного перенапряжения. Она часто развивается как последствия инфекционных и других заболеваний, после вирусных и простудных болезней, гриппа, перенесенных на ногах, а также при недостаточном или беспорядочном питании, ограничительных диетах. Симптомы. Помимо плохого самочувствия, гипотония несет с собой и более существенные проблемы. Первое. Сниженное давление приводит к недостаточному кровоснабжению всех органов и кислородному голоданию головного мозга, который более чувствителен к нехватке кислорода. Второе. В результате появляется слабость, вялость и утомляемость. Третье. К признакам пониженного давления также относятся к головокружению, часто укачивает в транспорте, дневная сонливость и нарушение ночного сна, отчего утомляемость и слабость только усиливаются. Четвертое. Один из самых неприятных симптомов гипотонии – ортостатическая гипотония. При резком вставании и смене положения головокружение становится сильнее. Различают первичную и вторичную гипотонию. Первичная артериальная гипотензия – это самостоятельное заболевание, в котором играет важную роль наследственная предрасположенность и конституционные особенности. Обычно это молодые женщины астенического целосложения, стройные, высокие, эмоциональные. Вторичная гипотония развивается на фоне других заболеваний, таких как гепатит, язвенная болезнь, анемия, аллергические реакции, отравление в результате побочного действия некоторых препаратов. В этом случае гипотензия рассматривается не как заболевание, а как симптом, который проходит после того, как причина возникновения бывает устранена. Еще одна форма гипотензии, которая отмечается у спортсменов и просто тренированных людей – это гипотония тренированности. Но пониженный сосудистый тонус здесь не играет роли. Просто организм таких людей постоянно испытывает повышенные нагрузки и поэтому привык работать в экономном режиме. Основными жалобами при гипотонии являются снижение работоспособности, раздражительность, плохое настроение, может ухудшиться память, человек становится рассеянным, ему трудно сконцентрировать внимание. Преобладает эмоциональная неустойчивость, повышенная чувствительность к яркому свету или громкой речи. Частым проявлением являются головные боли и головокружение. Головная боль часто связана с колебаниями атмосферного давления, обильным приемом пищи, длительным пребыванием на ногах. Боль обычно локализуется в затылочной области или лобной области. Ощущается как тяжесть. При нарастании боли у больного возникает ощущение, что на черепную коробку давит изнутри. Иногда может проявляться ощущение тяжести в желудке, горечи во рту, снижение аппетита, тошнота, отрыжка, изжога, метеоризм, запоры, то есть практически все желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, у мужчин-гипотоников может быть снижена половая потенция, а у женщин нередко наблюдается нарушение менструального цикла. При этом менструации часто бывают болезненными. Гипотоники часто чувствуют себя усталыми, даже только что проснувшись. Они с трудом просыпаются утром, даже после долгого сна чувствуют себя невыспавшимися. Активность и работоспособность приходят в норму только через 2-3 часа. Днем ослабевают опять. Пик же активности гипотоников наступает обычно ближе к вечеру. При повышенных физических нагрузках у людей с гипотонией могут участиться пульс и сердцебиение. При этом иногда возникают неприятные ощущения в области сердца, одышка, которые порой заставляют человека заподозрить у себя стенокардию или другие тяжелые заболевания. Многие гипотоники постоянно зевают, но не от того, что устали, а от того, что им не хватает воздуха. Из-за этого же иногда случаются обмороки или темнеет в глазах при резком переходе из горизонтального положения вертикальная. Чувствительность к погодным изменениям это тоже отличительная черта людей с низким давлением. Чаще всего они очень плохо переносят жару и еще хуже осеннее и весеннее межсезонье с пасмурной погодой и низким атмосферным давлением. Лучше всего такие люди чувствуют себя в солнечные и морозные зимние дни при высоком атмосферном давлении или же в теплые солнечные дни, конца весны или начала осени. Кроме того, у гипотоников выражена чувствительность к перемене погоды и смене климатических условий. Диагностика и лечение. Учитывая тот факт, что гипотония может служить симптомом многих заболеваний или являться самостоятельной патологией, необходимо обследование для исключения заболеваний, которые могли привести к снижению давления. В связи с этим нет строгого определения перечня обследований. Чтобы понять, почему у пациента низкое давление, составляется план диагностических мероприятий и назначается строго индивидуально с учетом анамнеза и предшествующих заболеваний пациента. При установлении причины заболевания в терапии, как правило, используются комплексные методы, направленные на восстановление и укрепление сосудистой стенки и лечение основного заболевания, если это требуется, укрепление вегетативной нервной системы и иммунных процессов. Назначаются общие стимулирующие средства, например, препараты с содержанием кофеина. Тонизирующим действием обладают также многие растительные препараты, так называемые народные средства, которые тоже могут помочь при снижении давления. Самостоятельное применение подобных препаратов требует большой осторожности, потому что на разных людей одни и те же вещества могут оказывать различный эффект. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова